Всем привет, это канал Эффектуризм, и в эфире рубрика «Трендовые эффекты с опозданием на 10 лет». Сегодня я вам хочу показать, как сделать видео черно-белым, но при этом оставить один из цветов. Похоже, эффект использовался в фильме «Город грехов». Ну что ж, друзья, давайте начнем. В первую очередь хочу сказать, что вариантов реализации подобного эффекта несколько, и результатов также может быть несколько. В данном случае, как я уже показал, у нас останется цветной только машина, и она здесь красного цвета, и красный цвет присутствует в принципе только на машине. Ну, разве что, если присмотреться к видео, то здесь кепка, пусть не красная, бордовая, но рядом цвет здесь вот есть пятна, красно-оранжевые также здесь, и так далее. Но мы будем в данном случае оставлять только машину. Смотрите, если вы хотите оставить цветным только какой-то конкретный объект, тогда нужно выбирать видео или же снимать его так, чтобы этот объект был какого-то уникального цвета, и желательно, чтобы он больше не присутствовал в кадре. Либо же, например, вы хотите сделать просто, чтобы у вас остался в видео один цвет, а остальные цвета убрать, тогда в принципе без разницы. Например, здесь можно было бы, допустим, ради какого-то художественного замысла оставить зеленый цвет, то есть остались бы тогда цветными трава на газоне и деревья, там какие-то кусты и так далее. И тоже, в принципе, он имеет место быть. Но в данном случае мы поработаем именно с машиной. Теперь ставим playhead напротив клипа и переходим во вкладку Color. Как я уже сказал, здесь мы будем работать только с машиной. Она у нас тут, в общем-то, единственная, можно сказать, красного цвета во всем кадре. И нам не придется прибегать к использованию Magic Mask. Соответственно, все, что я сделаю, можно будет сделать в бесплатной версии DaVinci. Итак, первое, что нам понадобится, это инструмент Qualifier для того, чтобы выделить машину. Давайте перейдем вот на эту вкладочку Qualifier, выберем пикер и ткнем где-то на машину, либо можно даже провести. Для того, чтобы увидеть, что у нас выделилось, нажимаем вот эту кнопку Highlight и, например, вот так пока что сделаем, для того, чтобы видеть конкретно цвет. Пока у нас, как видите, выбралась не вся машина, поэтому нажимаем вот на эту иконку бипетки с плюсиком и просто еще добавим цвета. Отсюда, отсюда немножко, можно с крыши. И теперь давайте глянем, что у нас получается. У нас выбралось очень много ненужных нам деталей. И давайте с этим поработаем. У нас здесь есть несколько регуляторов, которые мы можем изменять. И с помощью них мы сейчас добьемся необходимого нам результата. Кстати, еще здесь, в параметре Hue, мы можем поджать вот тут, для того, чтобы приблизиться больше именно к красному. Для того, чтобы уменьшить выделение вот в этих областях. Теперь давайте подкрутим Pre-Filter. Видите, он тоже помогает нам убрать ненужные нам детали. Вот, кстати, кепка таки выбралась. Но пусть пока так. Теперь, если переключиться в этот режим, он упростит понимание других регуляторов. Clean Black. Мы очищаем черный цвет, то есть это то, что не должно было выделиться. И так как здесь есть мелкие белые пятна, то как раз таки они должны будут убраться с помощью регулятора Clean Black. Да, он также влияет и на машину. Но с этим мы тоже еще поработаем. Ну вот, примерно вот так. Теперь давайте покрутим Clean White для того, чтобы очистить именно то, что у нас на машине. Ну, примерно вот так. Можно немножко подблюрить Radius. И еще поработаем с In-Out Ratio. Этот параметр расширяет маску либо внутрь, либо наружу. Я думаю, надо немножко завести вовнутрь. Вот примерно так. Теперь мы, в принципе, выбрали машину. И нам нужно теперь обесцветить все, что кроме этой машины. Для этого нам нужно инвертировать Qualifier. Нажимаем здесь Invert. И теперь здесь вот внизу убираем Saturation. И получается так, что у нас становится черно-белым все, кроме машины. Дальше. Нажимаем Alt-S и добавляем еще одну ноду. Это уже делать не обязательно, но я хотел бы сделать машину немного более такой красочной. И мы воспользуемся новым инструментом, который появился в DaVinci 19. Это Color Slice. Насколько я знаю, он должен быть и в бесплатной версии. Но могу ошибаться, так как я не проверял и не сравнивал. И здесь у нас есть отдельный столбец, который отвечает за красный цвет. И мы его накручиваем вверх. Накручивайте до той степени, чтобы вам нравился результат. Здесь нету какого-то правильного или неправильного решения. Если накрутить максимально, она становится такой бордовой и матовой. Ну, я бы хотел сделать ее просто такой пунцовой, что ли. Вот примерно так. И, в общем-то, все, друзья. Эффект готов. Можно проиграть видео и убедиться, что все окей. Ну что ж, а на этом все. Я надеюсь, вам было интересно и вам понравился такой эффект. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.